Здравствуйте! Это новости 24 прямо из дома. Я Хадижа Курбанова и мы продолжаем работать в дистанционном формате вещания к событиям сегодняшнего дня. Диагноз коронавирус подтвержден еще у 13 человек. Такие данные приводит Минздрав Республики Дагестан. Общее число зараженных достигло 57. Еще 40 человек с положительным предтестом ожидают ответа из федеральной лаборатории. Из реанимации переведены 6 человек, в их числе и 85-летняя пациентка. В то же время в больницу поступили еще 4 человека с тяжелыми осложнениями. На данный момент в реанимации находится 10 пациентов. Среди них жители Махачкалы, Дербента и Тарумовского района. Одна пациентка, которая 82 года, переведена на аппарат ИВЛ самому молодому пациенту в реанимации 31 год. И это говорит о том, что болезнь тяжело притекает не только у лиц пожилого возраста. Массовый запрет на работу или вынужденная мера? Глава Дагестана утвердил список организаций, которым будет можно работать в режиме самоизоляции. Однако с одним очень важным уточнением. Функционировать они правят только в случае наличия положительного акта от Роспотребнадзора Республики. Этот документ вызвал большой резонанс у разных групп людей. А некоторые юристы и экономисты и вовсе посчитали, что новое распоряжение чуть ли не противоречит Конституции. Поэтому следует его пересмотреть. Подробности у Патима Тханаповой. Эпидемия коронавируса смешала планы всех и вся. Голосование по поправкам в Конституцию сорвано. Множество видов деятельности поставлено на паузу. А власть мобилизует все силы на борьбу с инфекцией. Внешне все спокойно и выглядит благопристойно. По крайней мере, руководящие структуры делают вид, что везде ситуация под контролем. Однако эксперты отмечают, что проблем много, да и рисков тоже хватает. Люди вовсю пренебрегают рекомендациями и толком не соблюдают режим самоизоляции, что может привести к массовому увеличению больных. Да и республиканская власть долго не могла решить, какую же стратегию по борьбе с новым вирусом ей выбрать. В конце концов, утвердили то, что есть, но к новому распоряжению Васильева у экспертов возникло еще больше вопросов, чем к предыдущим документам. В некоторых частях эта противоречивость существует. В частности, допустим, пункт 1 утвердить прилагаемый перечень организаций, на которые не распространяется действие указа президента 2 апреля. То вот тут представляется, что это незаконный пункт, потому как сам президент РФ не давал права главе Республики Дагестан вводить этот пункт, потому что он дал это право правительству Республики Дагестан. Вопрос, насколько это соответствует Конституции, это уже более глубокий вопрос. Он уже не решается на уровне рядовых судов. Это вопрос компетенции Конституционного суда Республики Дагестан, Верховного суда Республики Дагестан. Возможно, тут есть какие-то силы и некоторые очевидные чрезмерности его. Возможно, есть некоторые нарушения Конституции, но об этом точно сказать пока нельзя. В соответствии с Конституцией Дагестана распоряжение должно вступить в силу через 10 дней со дня его подписания. Всего в список попали 52 вида организаций, которые имеют право осуществлять свою деятельность. И все они должны успеть получить положительный акт Роспотребнадзора. Как они его будут оценивать? Видимо, с точки зрения соблюдения каких-то рекомендаций. Каких точно рекомендаций? Где предмет, где вот этот круг по сферу проводимой проверки? Где она закончится? Где она, как говорится, еще действует? Это вопрос. То есть это вот мы на практике увидим, но пока все в силу некоторой противоречивости. То есть само распоряжение, то и, я думаю, правоприменение будет, скорее всего, противоречивым. Не говоря уже о том, насколько реализуемо одному Роспотребнадзору. Вот это обычных ситуаций без пандемии занимало месяц. Сейчас как это будет проходить, когда за несколько дней, там, 10-10 дней нужно будет обследовать больше 10 тысяч, десятки тысяч организаций? Вот мне это не представляется вообще, как это будет. Как бы там ни было, в условиях необъявленного режима ЧАЭС, каждый руководитель региона оказался волен трактовать закон так, как сам считает нужным. Поэтому юристы все же призывают отправить заявление в соответствующий орган, чтобы ваша организация могла продолжить свою работу на законных основаниях. Однако эксперты выражают надежду на то, что в распоряжение внесут коррективы, которые сделают его более ясным для понимания и использования. Как они будут это получать, большой вопрос, потому что это будет очень сложно, это очень много организаций получается, в очередь надо встать им, пока нет регламентации сроков получения этих разрешений. Ну, как юрист, я советую хотя бы просто встать в очередь, подать заявление на то, чтобы выдали вот это разрешение. Как это будет осуществляться технически, в принципе, это задача для Роспотребнадзора, они уже пускай думают, как дополнительных сотрудников привлекать или же привлекать с других муниципальных образований. Ну, это, я думаю, нет ничего невозможного, но это надо делать быстро. Форму заявления можно найти на сайте Роспотребнадзора. Каков алгоритм действий и что нужно представить, чтобы получить право продолжать деятельность, указано там же. А вот как будет организована работа в самом ведомстве, какие методы будут применяться для оперативной и беспристрастной оценки, как будут исключены большие очереди и обеспечена прозрачность и объективность, с этими вопросами мы обратились в оперативный штаб. Желающих огромное, на самом деле, сил и средств будет не хватать, но мы будем работать до позднего вечера, до ночи, пока не отработаем документы текущего дня. Соответственно, новые документы, которые приходят, будем также обрабатывать, но будем сокращать сроки до минимизации. Вот сутки, это как бы на первом этапе, учитывая большое количество, которое планируют. Никто не имеет права осуществлять проверку вашей основной деятельности. Если вдруг будут возникать такие моменты, что кто-то из лиц Роспотребнадзора или ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии начнет вам задавать другие вопросы, которые не входят в методические рекомендации, и прошу вас в срочном порядке информировать нас по телефону горячей линии, который есть также на сайте. Мы будем тут же организовывать выезд оперативных групп для того, чтобы принять решение на место и исключить все вопросы, в том числе коррупционные риски. Некоторые эксперты прогнозируют массовые увольнения в Дагестане. По их мнению, каждый пятый житель республики может лишиться рабочего места на фоне коронавирусной пандемии. Особенно чувствительно это и для частных предприятий, которые не находятся в ведении государства. В Дагестане, как известно, ненаблюдаемая экономика составляет практически половину, и никакая статистика не ведется. Именно там и произойдут ненаблюдаемые правительством и неконтролируемые правительством, государством увольнения, сокращения. Поэтому прогноз не совсем утешительный. Опять-таки диспозиция дагестанской экономики ухудшается, ухудшится. И правительству в этой ситуации следовало бы иметь, разработать более широкую антикризисную программу. Но есть и противоположное мнение, что частному бизнесу в таких условиях в чем-то будет даже легче, чем государственным предприятиям. Так как у многих из них нет никаких обязательств перед государством, и они вправе просто приостановить работу на время. Бизнес, который по-белому работает, им сложнее, потому как у них все взаимоотношения закреплены документами. Взаимоотношения с персоналом, значит, обязательства по зарплате, обязательства по налогам, социальные фонды. Это все каким-то сниженным комом будет нарастать. Нарастать, хотя компания практически почти не работает. А бизнес, который в тени, он практически без бумаг работает. У него не возникают никакие обязательства, если он будет стоять или он где-то на карантине. А тем временем служба продолжается. Более 4 тысяч дагестанцев отправятся в армию этой весной. Об этом сообщил воинком республики. Количество призывников увеличилось по сравнению с прошлым годом на 1200 человек. Так, в федеральную службу войск Нацгвардии пойдут 250 человек, сухопутные войска около 2700. Впервые за 10 лет военкомату нашей республики дано задание для доукомплектования военно-воздушных войск. Туда отправится 120 новобранцев. Также отмечается, что в связи с текущей санэпидемиологической ситуацией, каждый призывник пройдет тестирование на наличие инфекции и будет обеспечен необходимыми средствами защиты. Не отменят госэкзамены и защиту дипломов. Они, возможно, пройдут в дистанционном формате. Об этом заявил глава Миноборнауки России. Он пояснил, что большинство экзаменов можно организовать онлайн, в связи с чем и отменять их необходимости нет. Кроме того, министр подчеркнул, что в ведомстве прорабатывается вопрос о возможной срочке оплаты обучения для студентов российских вузов. Постепенно дагестанцы привыкают к новой реальности. Медики настоятельно советуют не выходить из дома без необходимости, чтобы не заболеть самому и не стать распространителем инфекции. Для многих офис, ресторан, кинотеатр и даже место прогулки находятся теперь в пределах собственного дома. О том, как провести это время с пользой и почему не нужно паниковать. Зумруд Гамидова. Никаких коллег и руководств варяда. Место рабочего ПК теперь личное. Впечатления, конечно, замечательные. Никуда не нужно спешить, никуда не нужно собираться. Фактически получается маленький отпуск. Минус здесь один. Из дома не рекомендуется выходить вообще. Как показал проведенный нами в соцсетях опрос, в основном, находясь дома, дагестанцы посвящают время семье, учебе и генеральной уборке. Ведь на дворе весна, а значит самое время помыть окна, сменить шторы и, возможно, даже сделать косметический ремонт. На карантине сидим дома, у меня появилась возможность наконец-то сделать свой ремонт. Я решила занять себя чем-то полезным. И все же многие в самоизоляции находят время, чтобы не только переделать все домашние дела, но и расслабиться, посвятить себя наконец какому-нибудь хобби. Так, например, стоматолог-блогер Али Байрамбеков, находясь дома, уделяет время своему увлечению стрельбе из лука. Конечно, руки чешутся, хочется пару зубов удалить. Очень соскучился по работе, как и все, я думаю. Максимум нужно выгоду извлекать из любой ситуации. Да, мы находимся много времени дома, и, скорее всего, это плюс, потому что ты много находишься с родственниками, с родителями, то есть обсуждаешь семейные темы, которые раньше не обсуждал. Копаешься в огороде, у кого частный дом, вообще кайф. Я считаю, выделяешь время для своего хобби. Хорошее настроение также создают вкусная еда, физические упражнения и любимые композиции. Так, исполнитель нашидов Хадис Сабиев решил порадовать своих соседей мусульманскими песнопениями прямо с балкона собственной квартиры. Нашид содержит слова поминания Всевышнего, побуждающие благодеянию и терпению. Очевидцы сняли это выступление на видео и разместили в соцсетях. Хадис считает, что тех, кто сейчас сидит дома, это поддерживает. Кстати, сам Сабиев, помимо любимого дела, занят и тем, что позволяет поддерживать себя в форме. Когда мы уже поняли, что такое может быть, мы домой купили беговую дорогу, утром, вечером делаем пробежки. Нас спасет вера. Верьте в Аллаху, уповайте на него, помогайте друг другу, родственники, звоните друг другу, у кого есть возможность, спросите, какая вам помощь нужна. Нам сейчас недостаточно определенного оптимизма. Карантин – время для саморазвития. Многие люди, находясь на самоизоляции, начинают совершенствовать свои навыки. Визажисты, к примеру, оттачивают мастерство владения кисточкой для макияжа. Режима самоизоляции из-за коронавируса не избежали и спортсмены. Профессиональные борцы, гимнасты и прочие мастера силовых приемов вынуждены сидеть по домам, однако не прекращают тренировок, периодически отчитываясь о них в Инстаграме. Чтобы за время карантина не потерять форму, мастер джиу-джитсу Марко Машадо призывает следовать их к примеру. Важно быть тоже дома, и не тренировка надо, мозги надо работать, голова надо работать, не забывай, и миссии надо всегда. Что-то это Дивайя покажи, вы, надо. Миллион раз было дома. Сейчас много времени, сделаем миллион раз дома. Правильно, надо? Да. Все. Саламалеку. Даже если последний раз цветные карандаши вы держали на уроке рисования в школе, то попробуйте, хотя бы в терапевтических целях. Начать можно с раскрашивания. Занятие весьма медитативное и поможет отвлечься от тревожных мыслей. Безделье – одна из причин тревоги и депрессии, предупреждают психологи. В период самоизоляции врачи советуют вспомнить о забытых хобби и обучиться чему-то новому. Занять себя и своих близких какой-то полезной деятельностью. Сейчас в сети появляется много предложений о каких-то курсах, о курсах изучения языков, о курсах навыков рукоделия и тому подобное. Все-таки у изоляции нашлись очевидные плюсы. Время будто бы побежало чуть медленнее, некуда торопиться и есть возможность подумать, как и чем жить дальше, когда все это наконец закончится. Зумруд Гамидова, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В Кизлярском районе в рамках работы оперативного штаба по мониторингу ситуации на продовольственном рынке Дагестана в условиях пандемии была проведена проверка выпускаемой продукции. На складах предприятий имеется запас около 1 тысячи тонн моркови. Также в избытке картофеля риса тоже достаточно для обеспечения торговли. Точек в республике минимум до конца мая. Не испытывает проблем с производством и Кизлярский мясокомбинат, который создал достаточные запасы мясной и другой продукции. Предприятия в эти дни вынужденных для многих выходных работают, как и другие организации агропромышленного комплекса в штатном режиме, выпуская широкий ассортимент продукции. Поводов для беспокойства относительно запасов социально значимых продуктов в регионе нет. А это были все новости к этому часу. Оставайтесь на телеканале ННТ и сидите дома. Всего вам хорошего. С вами была Хадежа Курбанова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин